Всем привет, друзья! Сегодня вы на канале Санёк, и сегодня мы будем решать загадки. У меня ещё такого никогда не было, сегодня начнём. Какой-то жирный дядь. Надо так упороться. Ну, если это Семён с ноутбуком стоит, а он проспорил, а этот кидает, и нет препятствий, чтобы он отбился. Ну, в принципе, он может его кинуть вверх, и он так к нему всё равно вернётся. А, да. Я увидел. Я честно не сотрел, клянусь. Честно не сотрел. Ой, эти-ой кусики. Выбрасывается такое. Угу. И... В это время дома, помимо самой миссис Джонсон, ночевали трое её внуков. Джек, Кевин и Гарри. Мне кажется, это тоже точно Кевин. Он какой-то слишком жирный уж. У него так торта два влезет. Кевин сказал, что он ничего не ел. Гарри также утверждал, что он не ел торт. Миссис Джонсон знает, что лишь один из них говорит правду. Я думаю, это Кевин. Это Кевин точно. Точный Кевин. Он жирный. Или это Джек. Потому что он же не говорил, что это я. Он просто свалил вину на другого. Или это всё-таки Кевин. Он такой... Ой, я жирный. Сори. Сори, сори, сори. Сори торт съел Гарри. По условиям загадки, лишь один из внуков говорил правду. Это был Кевин. Он утверждал, что ничего не ел. Если бы правду говорил Гарри или Джек, то тогда это бы нарушило условия головоломки. И они оба говорили правду. Что? Но всё-таки Кевин был. Упорот. Ещё раз я не услышу. Оба говорили правду. Просто вот этот упоротый был. Подожди, они друг на друга ели? Номер три. Два поезда ехали навстречу друг другу по одним и тем же путям в один и тот же день ровно в семь часов. Однако они не столкнулись. Как такое возможно? Они ехали в одну сторону. Прямо оба. Один за ним просто ехал. Эм. Или чё? Или это заехал в семь утра, а тот в семь вечера. Правильный ответ. Поезда ехали в разное время суток. А, точно. Точно в семь часов утра, а другой в семь часов вечера. Я клянусь, я не смотрел это. Ничего, это видео я просто увидел это. Он очень хотел попасть на закрытую вечеринку. Однако, чтобы пройти охрану, следует знать секретный пароль. Он решил подслушать тех, кого пропускали. Первому приглашенному охрана сказала цифру 8 и услышала в ответ 6. Его пропустили. Второму сказали цифру 9 и в ответ услышали 6. И его тоже пропустили. Третьему сказали 10 и в ответ услышали всё ту же цифру 6. Женя решил, что всё понял и подошёл к охране. Ему сказали 7. Однако, когда он ответил 6, его не пропустили. Почему? Какой ответ был правильным? 6. Если нет, то 6. 7 было. Ну, видимо, из-за того, что чётные везде были, а это нечётные. Да, 10 вроде нечётные. Да, будет светубой. А чё? А-а-а! Буквы! Точно! А-а-а-а! Так, так вот, у меня... Номер 5. Сейчас ты услышишь 4 школьных вопроса. На каждый из них будут даны 4 варианта ответа. Твоя задача – ответить на каждый за 10 секунд. Напиши свои ответы в комментариях, а в конце видео ты узнаешь, на сколько из них ты ответил верно. Какая из данных планет ближе всех к Солнцу? Это... Я пропущу это? Номер 6. Житель племени столкнулся с серьёзной задачей. Ему нужно переплыть с одного острова на другой. При этом он должен перевезти с собой ребёнка, тигра и печенье. Лодка, помимо его веса, сможет вынести лишь один груз. Житель племени никак не может оставить тигра наедине с ребёнком, так как это опасно. При этом он не может оставить ребёнка наедине с печеньем, так как тот его съест. Как быть жителю племени и перевезти всё с одного берега на другой? Легко. Или нет? А, подожди. Вначале... А-а-а! Вначале туда перевозят тигра, потом печенье, а потом ребёнка. Тигра, печенье и ребёнка. Тигра, печенье, ребёнок. Легко ж вроде. Ну, я уверен, подвох где-то есть. Итак, правильный ответ. Нет, вот ребёнок. А зачем усложнять тигра, печенье и ребёнок не сделать? М. Номер 7. В засекреченной лаборатории прошёл слух, что среди персонала есть шпион. Он отправляет ценную информацию третьим лицам. После тщательной проверки осталось четверо подозреваемых. Первый сказал, что он работает в лаборатории более 10 лет. Все его любят, и он никак не может быть шпионом. Второй сказал, что он не может быть шпионом, так как даже не знает пароля для входа в собственную лабораторию. Не может быть шпионом. Второй сказал, что он не может быть шпионом, так как даже не знает пароля для входа в собственную лабораторию. Третий сказал, что он новенький, и ему не доверяют важные секреты. А значит, он никак не может быть шпионом. Четвертый заявил, что хоть он и знает о проводимых опытах больше всех, все же не может быть шпионом, так как ему скоро на пенсию. Кто же из них тайный шпион? Я думаю, вот это все-таки второй. Вот этот. Вот этот пацик. Потому что... Потому что... Стоп. Потому что если это его лаборатория, как он не знает пароль, и муж ее отдали, я думаю, это второй. Правильный ответ. Подозреваемый под номером 2. Он сказал, что не знает пароль от собственной лаборатории, что странно и не может не вызывать подозрения. А значит, что скорее всего он и есть тот тайный шпион. Да. Все супер. Номер 8. У Гарри и Семена впереди важные экзамены. Однако оба никак не могут найти свои носки. Помоги Гарри и Семену их найти. Так, здесь носок. Здесь носок. Вот тут тот. И вот тут. Вот здесь носок и вот здесь. Правильно. А второй день. По третье. Вот раз. Вот раз. И вот два. Легко. Это очень легко. Заводка. Легче некуда. И. И. Во время званого ужина на корабле было совершено убийство. Труп мужчины был обнаружен со смертельным ранением в груди. Детектив, который тоже был приглашен, составил список возможных убийц. Жена погибшего утверждала, что они уже собирались уходить, поэтому на момент убийства она уходила вызывать такси. Коллега сказал, что он весь вечер просидел за столом и спокойно ужинал. Повар, по его словам, был занят готовкой. Хозяин званого ужина ушел курить сигары на свежем воздухе. А его жена, по ее словам, немного утомилась и на момент совершения преступления читала книгу в соседней комнате. Кто же из них лжет и является убийцей? Ну, скорее всего, это первое самое вот это. Я думаю, скорее всего, самое первое. Потому что какое такси? Максим вертолет может быть. А второе, если второй пацик вот этот, вытянутая башка, если он кушал, как повар мог готовить в это время? Разве что он уже десерты, если он весь день уже кушал? И как он один кушал? Че это не пришло, че это не пришло? Если он уже сел кушать. Я думаю, либо это первый, либо второй, либо третий. Скорее всего, первый, но... Ладно. Скорее всего, первый, но у меня есть подозрение еще и на повар. Правильный ответ. Убийцей является жена. Она сказала, что ушла вызывать такси. Однако ужин проходил на корабле. А значит, это не может быть правдой, и она лжет. У нее еще такие губы. Ладно, вам покажу, но сам я не буду рисовать. ...составляет лишь 25 долларов. Он отдает лишние пять портье и просит, чтобы тот отдал их постояльцам. Но по пути партье понимает, что не может разделить сумму на всех поровну. Поэтому он отдает каждому из постояльцев по доллару, а остальные два забирает себе. Теперь каждый заплатил за номер не 10, а 9 долларов на общую сумму в 27. Партье забрал себе 2 доллара. Итого получается 29. Всего было потрачено 30. Так куда же пропал 1 доллар? А я откуда знаю? Все, я не буду это решать. Ребят, на вот этом мы заканчиваем. Ребят, я всем желаю удачи. И, ребят, всем пока.